Здравствуйте! Вы смотрите программу новостей из Офинфо в студии Александра Истомина. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за истекший год составляет 11,8 миллиарда рублей. Улучшение ситуации на потребительском рынке и увеличение товарооборота в Азобе. Загорелся дом одноэтажный. Ветер сильный. С однойэтажного дома перекинулся на второй этаж рядом стоящего дома. Пожароопасные выходные. Это хобби дает незабываемые ощущения праздника, то есть постоянное общение с новыми игроками, с новыми людьми, перемещение. Кубок России по настольному хоккею. В минувшее воскресенье единая дежурно-диспетчерская служба 112 в течение дня приняла несколько сообщений о пожарах. Первый звонок был связан с возгоранием в частном доме в поселке Солнечном, где огонь перекинулся на соседнее здание. А ближе к вечеру возгорания произошли практически единовременно в трех разных местах. За подробностями наши корреспонденты обратились к начальнику управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Николаю Тищенко. 1 апреля на пульт оперативного дежурного службы 112 около часа дня поступило сообщение о пожаре в поселке Солнечном на улице Степной. В зону огня попали три частных дома. Общая площадь возгорания составила 86 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Загорелся дом одноэтажный. Ветер сильный. С одноэтажного дома перекинулся на второй этаж рядом стоящего дома. Второй этаж тоже загорел. Первый отстояли пожарные. И фасад третьего дома немного поврежден. В этот же день постоянно раздавались звонки о горящем в Азовском районе Камыше возле Кулешовки Новоалександровки. Но вечером диспетчеру поступила информация о возгорании сразу в трех местах города. Вечером где-то в 18.30 диспетчер сообщил мне о том, что возгорание возле храма в пойме, который находится за Калантайским мостом. Значит, за Азовской там со стороны Дона и напротив стрелки возгорание. И одновременно возгорание на Азовской 65. Ну, похоже, как умышленный поджог. По улице Азовской спасателям довольно быстро удалось потушить пожар площадью 95 квадратных метров. Также оперативно получилось ликвидировать возгорание возле Калантайского моста. Но в районе машинного пляжа проезд для спецтехники был невозможен, что существенно осложняло работу. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространялся в сторону города. Пожарные спасатели вышли навстречу огню и отсекли его. Никита Зинченко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Несмотря на экономический кризис, из которого вот уже несколько лет пытается выбраться страна, Азов в предыдущем году показал увеличение товарооборота и рост заработной платы. При этом отдел государственной статистики отмечает, что рост цен на потребительские товары заметно снизился. Подробности смотрите в сюжете наших корреспондентов. Ситуация на потребительском рынке Азова за последние несколько лет заметно улучшилась. Наконец-то зафиксирован рост объема товарооборота как в розничной торговле, так и в общественном питании. Хотя еще в 2016 году отмечалось падение. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за истекший год составляет 11,8 миллиарда рублей. Он увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,2% в сопоставимой оценке, а оборот общественного питания 0,4 миллиарда рублей. Это на 1,8% больше, чем за прошлый год. В сфере платных услуг также зафиксирована положительная динамика. За истекший год их было оказано крупными и средними предприятиями на 3 миллиарда рублей, что почти на 6% выше предыдущих показателей. Характерно, что при этом начал расти и уровень заработной платы населения. В целом по городу Азову размест среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций за отчетный год составил 27 044,2 рубля. Это на 8,5% больше, чем за прошлый год. На малых предприятиях города получают меньше – 21 722 рубля. Больше всего азовчан трудятся на промышленных предприятиях, в торговле, сфере общественного питания и недвижимости. Средняя заработная плата в промышленности – 26 238,4 тысячи рублей. На предприятиях торговли – 18 888, на предприятиях общественного питания и гостиницы – 21 941,5, и на предприятиях, занятых деятельностью по операциям с недвижимым имуществом – 20 012,6 рублей. Для сравнения, средняя заработная плата по Ростовской области составила чуть больше 28 000 рублей. Среди городов традиционно лидируют Ростов, Волгодонск и Таганрог. Никита Зинченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Встречаем весну с торговым центом «Самрад». Огромный выбор женской, мужской одежды и обуви. Вас порадует ассортимент детских товаров, а также различные аксессуары. Сумки, товары для дома и путешествий. Очень низкие цены. Ждем вас по адресу город Азов, улица Московская, 86. Торговый центр «Самрад». Второй этаж с 9 до 20 часов. Отличное настроение и выгодные покупки гарантируем. Вы позвонили? Две шестерки, три семерки. Мы быстро приехали. Такси-центр всегда рядом. Две шестерки, три семерки. И еще раз. Две шестерки, три семерки. Команда депутата Станислава Потакова принимает обращение граждан города Азова и Азовского района по адресу улица Комсомольская, 4, офис 1А. С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. Перерыв с 12 до 13. Проблемы легче решать вместе. Приглашаем в магазин «Семья». Огромный ассортимент товаров для вас и ваших близких. От нижнего белья до верхней одежды. А также обувь, постельное белье, чемоданы и аксессуары. Наши цены вас порадуют. Ждем вас по адресу город Азов, проспект Зои Космодельянский, 54. Торговый центр «Колибри». Второй этаж ежедневно с 9 до 19 часов. Магазин «Семья». Все для вас и ваших близких. Новые выгодные тарифы от «Пульс» безлимитный интернет. Интернет плюс интерактивное ТВ от 400 рублей в месяц. Подключайтесь прямо сейчас и получите скидку 50%. Выберите подходящий пакет на сайте 3wtrkpuls.ru или проконсультируйтесь в абонентском отделе по телефону 4-21-43. КИНО ТВ Ты – это то, что ты смотришь. По информации официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, нарушение правил отпуска лекарственных средств в Азовской аптеке «Триумф» по улице Ленина едва не привело к трагедии. Подробности сообщила пресс-секретарь территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Елена Нечай. В одно из лечебных учреждений области поступил подросток после попытки суицида. Ребенок смог свободно купить в аптеке «Отриумф» психотропный лекарственный препарат. По материалам Азовской межрайонной прокуратуры, территориальный орган Росздравнадзора привлек директора аптеки к административной ответственности по части 1 ст. 14.4.2. Сумма штрафа, которую должен заплатить директор аптеки «Триумф» за безрецептурный отпуск лекарств составляет 10 тысяч рублей. В минувшую субботу в Азовском технологическом институте состоялся шестой этап открытого Кубка России по настольному хоккею. За азартной игрой участников наблюдали наши корреспонденты. Это девятый турнир по настольному хоккею под эгидой Кубка ЮФО. Ранее местом его проведения были Краснодар и Волгоград, но вот уже шестой раз участников из Москвы, Тулы, Новороссийска, Краснодарского края и Донского региона принимает Азов, единственный из провинциальных городов, где проходят соревнования такого уровня. Настольный хоккей – это прототип большого хоккея, но, конечно, со своими нюансами и особенностями. На данный момент игра в России официально не считается видом спорта, в отличие от некоторых прибалтийских и скандинавских стран. Тем не менее, ежегодно проводятся региональные российские и мировые турниры, в которых участники из ЮФО постоянно занимают призовые места. Юрист из Батайска Александр Демин считает, что на Дону настольный хоккей должен процветать, поэтому принимает деятельное участие в подготовке юной смены. Вы можете обратить внимание на хоккейных каре новых. Уже стоят четыре звезды, то есть четырехкратные чемпионы мира сборной России. Мы готовим кадров для сборной России. Извините, мне нужно играть. Военный пенсионер из Новороссийска Сергей Филь увлекается настольным хоккеем более 20 лет. Я первую поляну «Стига» купил, когда еще не было спортмастеров магазинов серии «Спортмастер» в Москве. Работал и жил и купил. Реклама была в специализированном хоккейном журнале. И первые «Стига» хоккей начали завозить в спортивных магазинах. Вот тогда я первую поляну привез в Новороссийск. Очень нравится хоккейная статистика, чемпионаты мира, Кубки Канады. Смотрел Олимпиады все. И как бы параллельно увидел, что есть игра такая, хоккей настольная. Затянуло, потому что я до этого увлекался спортивной статистикой. Матчи НХЛ просматривал регулярно, следил за Кубком Стэнли. Поэтому, естественно, продолжение было. Почему-то не поиграть. Организатор и участник турнира в Азове Игорь Новиков уверен в благоприятном воздействии игры на развитие человека. Игрок должен обладать набором комбинаций, он должен обладать скоростью, должен обладать реакцией соответствующей. У кого этого нет, то, играя в эту нашу игру, соответственно, он получает необходимый опыт, навыки для того, чтобы расти, если у него есть стремление. То есть благоприятно на развитие? Разумеется. Особенно в раннем возрасте. Никто не говорит, что этим нужно прямо глобально заниматься, кого-то там ставить как к станку, чтобы ребенок там стоял. Но периодические занятия позволяют реально улучшить скорость мышления и реакцию. Но, по словам Игоря Новикова, чтобы приобрести реальное представление об игре, необходимо не менее полугода тренировок. Примечательно, что среди участников турнира люди разных возрастов и профессий. Наша съемочная группа наблюдала, как на одном игровом поле школьник сражался с юристом, учитель – с охранником, а военный – с освященником. Это хобби дает незабываемые ощущения праздника, то есть постоянное общение с новыми игроками, с новыми людьми, перемещение. Люди приезжают, общаются. Это живое, настоящее общение, не виртуальное, как там многие сейчас подростки сидят в сетях. Мы для этого очень многих и привлекаем. То есть именно живое общение, именно здесь и сейчас игра полноценна. Следующий, седьмой этап Открытого Кубка России по настольному хоккею пройдет в середине апреля в городе Курске. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Главный принцип дешевой аптеки – продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента. Если вы все же найдете место, где нужный вам препарат стоит дешевле, вам сделают скидку. У нас вы получите минимальную цену в городе. Дешевая аптека – это всегда большой выбор препаратов по низким ценам. Ведь ваше здоровье – наша забота. Мы работаем с 7 утра до 9 вечера. По адресам город Азов, улица Привокзальная 23 и Московская 76. Третьего апреля облачно с прояснениями. Температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. Температура ночью плюс 3, плюс 6. Ветер западный 7 метров в секунду. Влажность воздуха 65%. Уровень воды в реке Дон на 23 сантиметра выше нулевой отметки. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин